Хей-хей, мы возвращаемся в Baldur's Gate, и наша партия заходит, судя по всему, в бар, в эту таверну. А здесь стояли стражники, один из них помог нам сражаться, а второй почему-то нет. Он, видимо, не видел, что происходит, немножко прикемарил на посту. Заходим, заходим в таверну. Так, давайте, кто-то, кто-то идёт к нам. Эй, друг, хорошо, чтобы найти слабого, как себя. Это ты, Джоппи. Жизнь стала совсем невозможной, все дороги перекрыты. Я даже не могу навестить своего дядюшку во вратах Baldur's Gate. Мы пока добирались сюда. Разве вот только если шли по западной дороге? Что такого особенного в западной дороге? Ну, если вдруг случится кризис с книгами, то дорога в Candlekeep точно станет самой опасной. Но книги бандитов не интересуют, им нужно только железо. Потому что они в основном и промышляют, поэтому они в основном и промышляют на крупных торговых маршрутах между вортами Baldur'a и Amna. Но здесь есть таверна, в которой каждый может найти себе приют. Собственно, кризис с железом происходит сейчас на побережье мечей. Видим сундук и обыватели. Не подходите! Уверена, вы из этих, из Жентарима! Я слышал, они превращают женщин в косы, лишь щелкнув пальцами. Я слышал, они виноваты во всех бедах, происходящих в Нашкеле, и, возможно, в других местах тоже. Не подходите ко мне! Это что, намек? Что кто-то из нас... Заар, ничего не хочешь нам сказать? Вас что-то беспокоит? Нет, судя по всему, он шифруется. Но намек мы поняли, намек мы поняли. А ну-ка, Amna, попробуй, попробуй посмотреть, что в этом сундучке. Нам сейчас понадобится, понадобится абсолютно все, что мы сможем найти. Не удается взломать замок у Amna. Джош, ты своим кинжалом, судя по всему, тоже успешно взломал замок. Молодец, Джош, 20 золота. Поджали мы в таверне. Продолжаем продвигаться, и... Это обыватели, крестьяне. Кто здесь? Давайте диалоги будет вести Джош. Все-таки командир должен разбираться. Повар. Эй, держитесь подальше от моей кухни. Вы мне всю стряпню, испортите. Когда-нибудь я буду готовить для самого герцога. Держу Париж во дворце. Кулачные бои происходят реже, так что застолье можно будет насладиться от начала и до конца. Это что, намек на то, что сейчас заворуха какая-то в баре начнется? Несси. Кстати, Несси звали корову в кандалкипе. Но Несси более дружелюбна, чем повар. Добро пожаловать в таверну «Дружеская рука». Похоже, у вас был трудный путь. Да, на дороге сейчас действительно полный беспредел. Кстати, а кто вы? Меня зовут Несси. Мира Шейды наняли меня работать в таверне почти пять лет назад. И сейчас я даже помыслить не могу о том, чтобы покинуть это место. Здесь замечательно. Каждый день новые лица. Кто такие Мира Шейды? Это, собственно, Бентли и Джилана. Это их таверна. Но это мы уже читали. Дают нам информацию. И Мэн, пока Джошуа отвлекает повара и Несси, проверка... Проверка... Да, есть же... Получилось у нас тут немножко разжиться зельем. Вот это, собственно, Бентли Мира Шейд. И кто здесь Хейд? Это Халид и Джохейра. Джошуа, давай с ними познакомимся. Проверка... У нее очень классный акцент. Джохейра, приветствую. Ты выглядишь знакомо, хотя это не из-за твоей внешности. Не знаю, чего я ожидала, но кажется, ты дитя Гарайна. Я Джохейра, а это Халид. Халид заикается. ПП, приятно познакомиться. Мы с твоим приемным отцом старые друзья. Он не с тобой, вынужден предполагать худший, иначе он бы не решил, не разрешил своему единственному ребенку бродить без его присмотра. Если он погиб, мы соболезнуем твои потери. Гарайн часто говорил, что беспокоился о твоей безопасности, даже поступая своей собственной. Он хотел, чтобы мы с Халидом стали твоими опекунами, если его настигнет безвременная кончина. Так или иначе, сейчас ты уже намного старше, и выбор товарищей должен остаться за тобой. Мы могли бы путешествовать с тобой, пока ты не устроишься где-то. Могли бы помочь тебе найти свое место в жизни. Это было бы подходящей последней услугой Гарайану. Однако мы сначала должны попасть в наш кель. Мы с Халидом занимаемся некоторыми местными проблемами. Ходят слухи о странных вещах, происходящих на шахте. Ты, я уверен, знаешь о нехватке железа. Было бы хорошо, если бы мы могли получить от тебя помощь. Это касается всех, включая и тебя. Мы должны встретиться с мэром города Берруном Гасткилом. Собственно, как и Кзар, и Монтерон, Халид и Джахира, тоже хотят расследовать, что происходит с этим железом, с этой нехваткой железа на побережье. И мы должны, наверное, туда будем отправиться. Я и так собираюсь в наш кель, мои нынешние товарищи тоже хотят там побывать. Правда? Интересно. В таком случае, думаю, нам определенно стоит путешествовать вместе. Не стоит недооценивать опасности, которые могут встретиться на дорогах, откуда бы они ни сходили. И присоединяются к нам Халид и Джахира, вносят в общий запас золота 6 и 11, и обновляется дневник. Собственно, точно такой же квест, как и от вот этих двух ребят. Посмотрим, посмотрим теперь, посмотрим Халида и Джахира, они вооружены чем-то. Джахира, воин-друид, как и Джош, полу-эльф, как и Джош, истинно нейтральный женщина. Сила 15, ловкость 17, телослужение 17. И у нее 12 хп. Она плотнее намного, чем Джош. Мудрость 14, но вот в магическом плане она отстает. Сколько у нее, интересно, дополнительных этих заклинаний? Плюс 2. Столько же, сколько и у нас. Возможно, все-таки харизма влияет у друидов на заклинания. Давайте посмотрим. У нее есть хил, у нее есть тоже дубина и путы. Давайте Джош будет более, более саппортующим все-таки этим пристом. А Джахира будет более атакующим. Продолжаем смотреть Джахиру. Чем ты владеешь, подруга, подруга боевая? Посох Проща. Посох это двуручное оружие и Проща. Собственно, вооружена посохом и у нее есть зелье невидимости. Это зелье мы передаем ИМН сразу же. Сразу же. И теперь Халид. Воин. Ну да, воин, конечно, да. Сила 15, ловкость 16. Это воин всех воинов. С такой силой, да. Ну а так у него 3 из 2. То есть полторы за раунд. Это длинный меч, длинный лук, меч и щит. Стиль боя, наконец-то. Хоть у кого-то есть. Те-то конста у него... А, он полуэльф тоже. Конституция 17. 13 хп. Инта у него неплохая. Но сила 15, это мало для воина. Ловкость 16. То есть он лучший лучник, но... В длинном мече у него 2 плюсика, в длинном луке 1. Чем вы вооружены? Вот у них есть шлемы. Такие шлемы, изготовленные из прочной кожи или металла, покрывают большую часть головы, за исключением лица, и оставляют открытой шею. Как правило, у них есть выступ для защиты носа. Добавка класса защиты нет, но защищает от критических ударов. Это полезная вещь. И у них точно такие же пластинчатые доспехи. Длинный меч, длинный меч. У кого-то из нас был еще один. И мы Халиду сразу же вручим второй. Потому что... Потому что мы уже знаем о нехватке железа и что оружие ломается. И также у него есть средний щит. Добавка к классу защиты единица. Средний щит используется точно так же, как и малый щит. Однако он значительно тяжелее и не позволяет владельцу нести что-либо в левой руке. Средние щиты, как правило, изготавливают из металла, имеют 3-4 фута в диаметре и самые разнообразные формы. От круглой или квадратной до силуэта расправленных крыльев дракона. Типичный средневековый щит представляет из себя треугольник, направленный одной из вершин вниз. А большой щит мы читали. Он массивный. Тут требование к силе 15. А... Где Халид? Собственно, здесь требование к силе 12. Собственно, Халид сможет тащить этот здоровой щит получика. Получит дополнительную... Дополнительную... Особенность плюс один против метательного оружия. Так, Джохера. Ненаглядная с посохом. У тебя плохой класс брони и кожаный доспех у тебя всего лишь. Нужно тебе тоже тяжелый доспех какой-то присобачить. И нужно сейчас будет закупиться. У Халида есть бутылка. Нужна еще одна проща. Нужно закупить сейчас снаряды для прощи и... И стрелы. Моргенштерн мы продадим. У кого лучше Харизма? У ЕМАН. Значит, ЕМАН будет торговать. Собираемся. Собираемся. Собираем нашу партию. И нужно перекрасить, наверное, Халида. Перекрасить Халида, чтобы он как-то выделялся. Настройка нет. А почему нельзя их перекрасить? А, вот здесь можно. Коричневый нет. Давайте, поскольку он файтер, он будет такой синеватый. Синеватый. Ну вот, чтобы мы его выделяли от Жакира. Да, о вездесущий носитель власти. Как Анька мне говорила, да, мой генерал, когда я ее что-то спрашивал. Ой, Жакира коричневая такая. Ну давайте ее какой-то зеленой сделаем. Все-таки друид. Чтобы она была такой друид. Вот как-то так. Как-то так. Зеленоватый. Вот. И МАЭН, и МАЭН, мы сделаем, мы сделаем более розовенький такой. Ну вот этот цвет, в принципе, нормальный у МАЭН. Розово-желтый такой сделаем. Ничего не поменялось. Ты меня забавляешь, говорит МАЭН, да. Партия укомплектована. Укомплектована. Но, конечно, Халид с силой 15, это не особо то, что нам нужно. Почему у них столько хп, много, странно. Возможно, первый уровень у файтера все-таки не 10 хп, а больше, 12, может быть. А вот Жахир и вообще 13. С Жахир и 12, у Халид до 13. Ну, по-моему, 10 было. Так, и мы их переменяем. Значит, вот так будет. Кто будет замыкающий? Замыкающий будет Монтерон. Ну, вот так это все будет происходить. А ну-ка, постройтесь. Чтобы я видел, как это все выглядит. Ладно, строиться будем уже в более примечательном помещении. Пока что, и МАЭН займемся немножко экономикой. Здорово, Бентли. Железо поддерживает жизнь всего этого региона. И когда его не хватает, это, несомненно, очень болезненно. Что я могу сделать для вас? Что вы продаете? Собственно, можно у него отдохнуть. Можно купить у него что-то. У нас есть 190. Одно золотая монета. Джошу нужно купить 2 скеметара. Минимум 2 скеметара. Потому что, как мы видели, скеметары ломаются. Берем пока что 1. Продаем это кольцо. Вот это кольцо. Вот это Моргенштерны. Продаем. Ой, бриллианта 500 стоит. Вот это, вот это. Продаем свиток. Мы еще не прочитали. Короткий меч. Не знаю. Вот это продаем. Горящие руки. С пылы продавать. Ну, доспех, наверное, продаем. Мы будем в офенс. Через офенс играть. Горящие руки. Спасбросок половинка. Неплохой. Но это по сектору. Это можно по своим попасть. Это очень нужно аккуратно этим пользоваться. Когда маг применяет это заклинание, из его пальцев вырывается заслепительный сноб пламени. Его руки должны быть сложены так, чтобы пламя било из них веером. Большие пальцы соприкасаются. Остальные разведены и выставлены вперед. Горящие руки выбрасывают струи огня длиной 5 футов, образующий сектор круга с углом в 60 градусов. Любое существо в зоне поражения получает 1д3 единиц урона, плюс 2 единицы за уровень мага до максимума 1д3 плюс 20. Успешный спасбросок против заклинания снижает урон вдвое. Неплохое заклинание и магический снаряд еще есть. Ну это такой же, как и из жезла стрелял, собственно, Гзар. Он попробует сейчас выучить эти два заклинания. На третьем уровне 2 стрелы вылетают на 5-м 3, и с уровнем волшебника увеличивается урон этих заклинаний. Далее, мы должны торговать далее. Доспехи мы продаем. Инфровидение. Узнать характер. Не знаю. Наверное, продаем. Его посох не нужен. Так, короткий меч. Это твой запасной. С кементар. Это Джоша. Кольцо. Опознать у тебя нельзя только в храме. Свиток. Посмотрим. Это будет учить сейчас Гзар. Палец. Цепь булава. Моргенштейн. Комбинированный лук. Не можешь ты пользоваться, Халид, комбинированным луком, да? Кинжалы. Алибарды. Понятно. Значит, прощу. Берем еще одну для Джохейры. Берем, судя по всему, еще один с кементар. Нам хватает на всякий случай для Джоша. Берем много стрел для ИМН. И берем немножко стрел для Халида на всякий случай. Берем снаряды для прощи. Для Ксара. Также берем эти снаряды для Джохейры. И для Джошуа. Мы еще не вкатили прощу, но на всякий случай берем еще одну прощу возьмем для Джошуа. Они копеечные, по одной копейке стоят. Плата есть за 900, но купить мы уже их не можем. Есть еще большой щит, плюс один за 3000. Есть книжки, история монеты судьбы, история единорога. Прочитайте книги на паузе, друзья. Есть мешочек для самоцветов за 300. И, собственно, его тоже нужно приобрести. Его будет нести Джош. Что еще нужно купить? Длинный лук. Для Халида возможно или нет? Или все-таки Халид будет у нас милишный? Будет милишный. Длинный лук перебьется он. Стрел мы ему купили. А Емаэн длинным луком не умеет пользоваться. Хорошо. Экипируемся. 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 Отдаем бутылку Халиду. Отдаем бутылку Джохейре. Для Джохейре нужен шлем и получше броня. Здесь все хорошо. Здесь, наконец-то, скимитар. И второй скимитар. Здесь экипируем стрелы. Заряжено и готово. Это сюда, это сюда. Эту записку мы прочтем. Это сюда, это сюда. Эти сюда в Колчан. Прочту сюда на всякий случай. И запасной скимитар. Лоры сомневаюсь, что у них лучше, чем у нас. И да, не могут они это опознать. Экипируй патроны, так сказать. Ксар, ты будешь у нас ранджовым. Патронов надо бы еще Монтерону передать. У него все-таки бонусы к этой проще. Бонусы, да. Возможно, он лучше будет с этой проще. Давайте проверим. Проверим. Таху 16. А с коротким мечом Таху 19. Конечно, да. Воин, но... Воин будет с проще. Значит, основным оружием у Монтерона будет... Будет проща все-таки. Нужно еще этих снарядов закупить. Здесь хорошо, здесь хорошо, здесь хорошо. Значит, ранджовый, 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 ранджовый. Два милишника. Джохейра и Монтерон смогут переключаться в случае нужды и идти в рукопашную атаку. Как-то так. Для всех, кто себя чувствует. Да, да, да. Давай, вот так, вот так. В Enhanced Edition, конечно же, получше сделали они торговлю. Можно по 80 в слот брать этих снарядов. Но ничего страшного. Инвентарь, друзья, маленький достаточно. Достаточно маленький. Вот, Монтерон готов. У него есть дополнительный меч и еще снаряды. Полностью он готов. У него нету бутылки. Выдаем ему бутылку. 471 золотая монета у нас остается. Мы должны купить шлемы и броню. Для Джошуа и для Джохейры. Джохейра полностью экипирована. У нее 20 снарядов остается. И Мэйан полностью экипирована. Стрелы остаются. У Халида, на всякий случай, стрелы есть. У Кзара полностью все экипировано. Сейчас он будет показывать нам свои скиллы интеллектуальные и учить заклинания. Он может это провалить, а обузить мы не будем. Значит, сколько нам нужно брони купить. Маги броню, друзья, не умеют носить вообще. Только дуал-классы. Но если дуал-класс маг, воин или маг еще с кем-то надевает броню, то он не может читать заклинания вообще. Во второй редакции. У Мэйан ее кожаный доспех. У Джохейры обычный кожаный доспех. Ей нужно что-то посерьезнее купить. Здесь, да, нам нужно купить доспехи. Собственно, Джохейры, можешь пластинчатый день, можешь. Покупаем. Торгует и Мэйан, вот у нее значок S. Но цены не особо... ...видрезняются. И Джошу покупаем. И где шлемы? Где шлемы? Не вижу шлемов. Шлемов нету. Значит, защита открыта. Будет у нас только у Халида пока что. И только у Джоша. Потому что они будут в мели сражаться. Хорошо. Пока что у Халида лучший класс брони. Джоша именно как саппортующий воин. Халид основной воин Джохейра. Саппорт прист. И дальняя дистанция при нужде приключения на ближнюю дистанцию. Хороший класс брони у нее из-за хорошей ловкости. Она лучше будет владеть метательным оружием. И Мэйан, вор и стрелок. Кзар, маг и стрелок. И Монтерон, стрелок. И при нужде воин ближнего боя. Вот так. Значит, Монтерон поэтому замыкающий, чтобы в случае нужды прикрыть, собственно, Акзара, нашего мага, и прикрыть стрелков и Мэйан, и Джохейру. Но Джохейра сама может за себя постоять. Первым в бой должен идти Халид, но я не буду менять расположение, потому что я считаю, что командир должен идти впереди. Вот так у нас. Как-то так мы будем идти. Девочки посередине, и мальчики прикрывают девочек. Идем на второй этаж. Сохраняемся, конечно же. Конечно же. После такой операции необходимо просто сохраниться. И да. И теперь Монтерон покажет нам просто... Эта музыка потом была использована, судя по всему, в Neverwinter Nights в храме. Друзья, если я не ошибаюсь. Давай-ка, Акзар, пытайся учить заклинания. Это тебе не нужно. Хотя ты дополнительный опыт получишь, если ты выучишь их. А если нет, то ты просто, по сути, потратишь деньги. Получилось. Получилось магический снаряд записать. Какова вероятность вообще выучить у тебя? 75 вроде бы было. Да, 75. Учи, учи. Скопировали. Да есть же. А вот это... А, это заклинание есть же, но хорошо. Собственно, нам повезло. И получил... Группа... А группа получает опыт за то, что... Кзар учит заклинания. Ну, неплохо. Неплохо. Пообщаемся теперь здесь со всеми. Здесь спящий мужчина. Здесь нужна помощь. И Майан. Здесь, здесь. Прикрывай пути отхода, пока Майан будет заниматься... Не выходит взломать. Не выходит. Тогда попробуем грубой силой взять. Не удается. Не удается. Не выходит у нас. Дворянин, у вас есть какая-либо причина врываться сюда, если только вы пришли для того, чтобы заправить кровати. Я хочу, чтобы вы покинули это помещение. Господи, вы достаете меня не меньше, чем тот сумасшедший маг, который не так давно надоедал всем в таверне. Бегал повсюду, пытался выяснить у гостей местоположение какого-то дурацкого магического сокровища, которое, по его словам, было спрятано в южных землях. Разрыл тут у Бентли всю листву. Слава богу, его выгнали отсюда за неподобающее поведение. Я надеюсь, что такая участь ожидает и вас. Уходите. Что, смахиваю на горничную? Нет, пожалуй, нет. Скорее, вы похожи на банду разбойников, которые изучают мою комнату на предмет наличия в ней ценных вещей и золота. Пожалуй, вам стоило бы посвятить жизнь домашнему устройству. У горничной меньше шансов окончить свои дни на острие копья, чем у представителей той профессии, которую вы избрали для себя. Просто мысли вслух. Надеюсь, вы уже уходите. Собственно, дворяне не очень любят искателей приключений, как мы. Ты не сможешь лучше, чем стабильность, которую стены университет. Продолжение следует... Анш... Анши. Слышали новости? К югу от таверны дружеская рука живет разбойник-огр, помешанный на поясах. Когда он меня поймал, я еле спасся. Пришлось отдать ему свой пояс с защитой от колющего оружия. Он даже на мою книгу с автографом не соглашался. Слушайте, я буду вам крайне благодарен, если вы вернете мой пояс. Получили квест. Но мы пояса какие-то залутали. Залутали с этого огра. Почему бы и нет? Странный был парень, правда? Тфу, от вас до сих пор им воняет. Вот вам 10 золотых за пояс и еще 60, чтобы вы побыстрее помылись. 800 XP, группа получная. Значит, он украл у вас пояс, что непонятно. Ну, перевод, да. И местами, мне кажется, что... Что... А может так и есть в оригинале, я даже не знаю, я не помню уже. Взлом не удается у Емэйны. Емэйн, отвлекай Эшли. Я думаю, что это дешевле. Пока Джошуа попробует взломать тут. Успешно взломали замок. Нет, зовут Стражу, и тут всего лишь кинжал. Сейчас нас заметут. И вы, стоять воры, вы арестованы за кражу. Я представляю пламенные кулаки наших правителей и великих герцогов. Как насчет 100 золотых? Не оскорбляю меня взятками, репутация понизилась. И сразу все влетают на него, но... А, все влетают абсолютно на нас. Нет, мы загружимся. Мы загрузимся. Как я и обещал, одна попытка на кражу. Больше не будем применять попыток скрыться в тенях. И это квест-то сдали мы. Пояса... Да, один пояс остался какой-то у нас. Квест сдан. Теперь кольцо нужно добыть для Джои. Но мы здесь еще не со всеми познакомились. Эй! Отдай от меня, ты кроми-лога-эд! То, что я не могу позволить себе, дорогие апартаменты, не означает, что вы можете заявляться сюда в любой момент, когда вам этого хочется. Нет. Я видел в таверне немало представителей знати, как так получается, что вы можете позволить себе снимать здесь комнату. Рука угождает всем, под ее крышей все в общем целом и равны Правда, некоторые комнаты стоят чуть дороже, но каждый может найти себе здесь комнату по приемлемой для него цене Это понятно ИМАЭН, давай-ка приемлемые цены мы проверим здесь Это, судя по всему, какие-то крестьянские комнаты Пусто ИМАЭН, давай не это, не это его Опять искат кинжал, ну, копеечка, копеечки, собственно Вот здесь, возле этого, воровать опасно Нужно скрыться в тенях, и у ИМАЭН в очередной раз не Ты собираешься бороться со злом, выявляясь его воплощением? Мне что не понравилось, что мы тут воруем? А, она с Заром начинает общаться Почему ты считаешь, что нам... Почему ты считаешь, что нам интересно мнение других? Позволь нам самим решать Вступили почему-то в перепалку Джохейра и Гзар А ну-ка, давайте посмотрим Джохейра истинно нейтральная А Халид нейтрально добрый А вот эти товарищи у нас злые Причем этот хаотично злой Возможно, у них хаотик и нейтрал, истинный нейтрал пересеклись Тем не менее, ИМАЭН поджала тут метательные кинжалы Которые мы можем передать к Зару И он сможет с большим успехом ими пользоваться Чем прощой Чем прощой Сравним Тахо 24, отвратительно А метательные кинжалы Тахо 19 И 2, это количество атак 2 у него В раунд, это великолепно Здесь количество атак 1 А у Джоша с Кементаром Количество атак тоже 1,5 Вот так-то Значит, следует задуматься о Предбоне этих кинжалов Для Ксара Давай, Джош, ИМАЭН что-то не получается взламывать И может ты попробуешь Нет Взлом не удается у нас Мы, конечно, сможем сюда вернуться Когда ИМАЭН поднимет уровень Но для этого еще Еще очень долго, друзья Здесь уровни Очень медленно поднимаются Не удается у ИМАЭН ничего взломать Почему-то очень быстро вступили в перепалку Они, мы же только познакомились А не сразу это Не удается нам ничего взломать ИМАЭН-ка признечает Кто это? Что означает это вторжение? Я плачу немалые деньги Из-за своего УДИ и отделения Кто дал вам право его нарушать Могу ли я поинтересоваться Какого рода дела привели Вас в руку Пытается отмазаться ИМАЭН Нет, конечно, не можете Мои дела не касаются Никого, кроме меня Покиньте мою комнату Пока я не вызвал стражу ИМАЭН ретируется Идем на третий этаж Хоть ваши персонажи и не должны есть Помните, что вы должны это делать Мы не хотим потерять наиболее преданных игроков Собственно, друзья В этом доля правды Я еще не завтракал сегодня Поэтому мы продолжим изучать Третий этаж Этой великолепной гостиницы Который убран Судя по всему Очень хорошо Вот здесь ковер Великолепные кресла Диваны Цветы в горшках Намного лучше, чем второй этаж Уже в следующей серии Мы увидимся